Новый шелковый путь. Правительство Китая инициировало многомиллиардный проект создания торгового коридора между странами Азии, Африки и Европы. В Пекине обсудить новый путь собрались лидеры 29 стран мира. КНДР запустила очередную баллистическую ракету. Американские источники сообщают, что она упала в 100 километрах от Владивостока. Минобороны России эту информацию опровергает. Первый рабочий день нового президента Франции Эммануэла Макрона. Назначение премьер-министра и стратегический визит в Берлин на встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель. События дня в настоящем времени из Праги. Я Шахиды Куб. Здравствуйте. Китай принимает саммит «Шелкового пути». Это стратегическая инициатива Пекина, получившая название «Один поезд, один путь». Предусматривает создание торгового коридора для прямых поставок товаров с востока на запад и обратно на льготных условиях. На это Китай готов выделить десятки миллиардов долларов. Об этом заявил на форуме «Шелкового пути» глава КНР. В экономическом саммите в Пекине принимают участие 29 стран, включая Россию. С саммита открыли гала-концертам «Дорога тысячелетия». На концерте были предусмотрены искусства стран Запада и Востока, пекинский балет, опера, традиционные китайские инструменты, классическая музыка и танцы народов мира. Все это по замыслу авторов должно символизировать мощь и потенциал нового проекта правительства Китая. Банки Китая готовы вложить в грандиозный проект десятки миллиардов долларов. Об этом заявил на форуме председатель КНР Си Цзиньпинь. Китай вложит дополнительно 100 миллиардов юаней в фонд «Шелкового пути». Он будет поощрять инвестирование своих финансовых институтов в зарубежные активы. Ожидаемая сумма достигнет почти 300 миллиардов. Эту инициативу Си Цзиньпинь выдвинул в 2013 году. Ее суть состоит в укреплении экономического сотрудничества между странами Азии, Африки и Европы. Китай готов делиться со странами-партнерами своим опытом и не намерен вмешиваться в их внутренние дела, экспортировать или навязывать силы своей социальной системы и форматы развития, заявил Си. Россия приветствовала китайскую инициативу. Президент Путин отдельно подчеркнул, что она позитивно отразится на евразийской интеграции. Дело в том, что уже в течение многих лет Россия вместе с Белоруссией, Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном пытаются наладить работу Евразийского союза, который подразумевает тесное региональное экономическое сотрудничество. Россия готова не только торговать, но и инвестировать в создание на территории стран-партнеров, совместных предприятий и новых производств, в развитие промышленной сборки, с бытовых и сервисных услуг. Вчера же состоялись двусторонние переговоры между Владимиром Путиным и Си Дзимпинем. В ожидании встречи президент России время зря не истерял и наиграл настоящим в файе рояле мелодии нескольких советских песен. Несмотря на то, что на саммит собрались главы всех стран Центральной Азии, Турции, Бирмы и даже Греции, крупнейший сосед Китая Индия форум проигнорировала. Между давними соперниками в регионе существует разногласия относительно китайско-пакистанского экономического коридора через спорный регион Кашмир. Ситуация на Корейском полуострове стала одной из главных тем обсуждения беседок лидеров Китая и России. Напомню, что в минувшие выходные КНДР произвела очередное испытание предположительно баллистической ракеты. Как сообщил журналистом пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, на встрече была выражена беспокоенность в связи с эскалацией напряженности, в том числе в связи с очередным пуском баллистической ракеты в КНДР. Белый дом заявил, что по их информации северокорейская ракета упала недалеко от Приморского края России. По данным источника телекомпании CNN, точка падения находится примерно в 96 километрах от Владивостока. Однако, эту информацию опровергла Минобороны России. Там утверждают, что реактивный снаряд пролетел в 500 километрах от границ и упал в Японское море. В Южной Корее экстренно созвали Совет национальной безопасности. Ракетный пуск осудила и Япония. Учитывая, что эта ракета летела в течение 30 минут на высоте, превышающей 2000 метров, мы считаем, что это могла быть баллистическая ракета нового типа. Но все равно нам нужно провести полный экспертный анализ, и мы сейчас этим занимаемся. Глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности России Виктор Озеров заявил, что российские системы ПВО на Дальнем Востоке приведены в состояние повышенной боевой готовности. Первый день Эммануэля Макрона на посту президента Франции. И первое назначение. Имя нового премьер-министра страны буквально до последнего держалось в секрете. Сам Макрон не исключал, что на этот пост может быть назначена женщина. Но вот несколько часов назад официально заявили, Эдуард Филипп займет кресло премьер-министра Франции, 46-летний мэр города Гавр. Президент поручил ему сформировать правительство. Накануне состоялась церемония передачи власти от уходящего главы государства Франсуа Ланда новому. Макрон получил из его рук ядерный чемоданчик, переехав в Лисейский дворец. Но практически сразу же его покинул, улетев в Берлин. Визит нового президента Франции в немецкую столицу – это своего рода ритуал в отношениях двух европейских держав. Новоизбранный канцлер Германии после выборов тоже первым делом отправляется к своему коллеге в Париже. О том, как воспринимается приезд нового французского президента в Германию и о чем будут говорить сегодня Меркель и Макрон, мой коллега Богдан Мефтахов из Берлина. В Берлине очень ждут эту встречу. Местные СМИ обсуждают перезагрузку французско-немецких отношений, а также говорят о новых шансах для Европейского Союза. Только вот роль обеих лидеров рассматривается и оценивается по-разному. К примеру, немецкое издание сатирического еженеделика Шарли Абдо опубликовала карикатуру, в которой Меркель и Макрон представлены как мама и сын, намекая на разницу в их политическом весе, а также на возможную модель кооперации в будущем. Доля правды в этом, конечно же, есть. Немецкие СМИ соглашаются, что именно Германии придется помогать Макрону реформировать Францию. Для общего блага, как говорится. Ведь после Брексита Европейский Союз чуть было не потерял еще одну ключевую страну, это Францию. Когда речь идет о помощи, то в первую очередь говорится о финансовой поддержке, инвестициях, а также более глубокой кооперации между странами. Что касается будущего Европейского Союза, то и Меркель, и Макрон видят Европейский Союз сильным и успешным. Только также они настаивают на том, что он должен быть реформирован. Одной из таких реформ может стать идея Макрона о создании так называемого бюджета еврозоны. Президент Франции предлагает страной с единой европейской валютой единый бюджет, который финансировался бы за счет выпуска общих еврооблигаций. Это позволило бы как раз стабилизировать евро и профинансировать необходимые изменения. Но сегодняшняя встреча вряд ли приведет к каким-либо соглашениям. Она нужна только для того, чтобы стороны расставили приоритеты и определили маршрут для движения в будущем. К примеру, Эммануэлю Макрону, чтобы ввести новые реформы во Франции, нужна поддержка парламента, выборы в котором состоятся только в июне. Точно так же и Ангеле Меркель нужно преодолеть сетябрьский рубеж и победить на выборах в Бундестах. Только тогда можно будет говорить о новых шагах. Это настоящее время. Студия в Праге. Смотрите далее в нашей программе. Штаб Навального во Владивостоке все же открылся. И это несмотря на то, что главному представителю плеснули в лицо химической жидкостью, а за два часа до открытия в офисе поменяли замки. Вирус-шифровальщик, поразивший пользователей в 150 странах мира, возобновил атаку. Под удар попали компьютеры в Индонезии и Южной Корее. Создатели вируса вообще даже не ожидали, что такое количество безалайберных организаций, которые не обновляли свои операционные системы и оказались в подверженном атаке, что их будет так много. Необычное поселение. В России в глуши болота лесов появилась деревня свободных людей, покинувших мегаполис. Я вот работаю, я выхожу не на перекур, а я выхожу, покидаю, поколоть дрова. Мне не надо тратить время, чтобы приехать на работу. По газону не ходить. В Петербурге на скандально известном стадионе на Крестовском острове будут выращивать траву заново. Поле оказалось непригодно для игр. Ближайший матч «Зенита» уже официально перенесли на старую арену – стадион Петровский. 17 мая футболисты с Невы должны будут сразиться там с Краснодаром. Тем временем газон на стадионе Санкт-Петербург, именно так теперь называется самый известный долгострой будущего чемпионата мира по футболу, будут прошивать специальными нитями. Пока в качестве эксперимента. Если это даст положительный эффект, так укрепят все поле. В противном случае до Кубка Конфедерации должны будут полностью заменить покрытие на рулонное. О том, что нынешний газон опасен для спортсменов уже заявил тренер «Зенита» Мирчалюческу и глава «Газпрома» Алексей Миллер. Очередной дедлайн для строителей – середина следующего месяца. Старт Кубка Конфедерации – 17 июня. Предвыборный штаб Алексея Навального в Владивостоке открылся, несмотря на противодействие местных властей. Мероприятие проводилось на улице перед офисом из-за того, что за несколько часов до открытия в штабе поменяли замки. И утром, как сообщил соратник Навального Леонид Волков, в штаб пришли сотрудники ФСБ и потребовали закрыть помещение. На каких основаниях – неизвестно. Сам Волков прилетел в город рано утром. Он рассказал, что его такси по пути из аэропорта полицейские под разными предлогами останавливают четыре раза. А сам Алексей Навальный на открытие не приехал. Он продолжает лечить глаз. Оппозиционеру плеснули в лицо неизвестной жидкостью, и он получил химический ожог. Сложности сегодня были огромные. Нам мешали на каждом шагу. Пытались арестовать меня, арестовали Максима Чехунова. Машину с Леонидом Волковым задерживали с аэропорта каждые сто метров. Буквально раз десять или больше. Мы придирались то машина в угоне, то еще что. Но все-таки в итоге мы сделали это. Сделали все, что хотели. Открытие штаба состоялось. Сегодня в Москве началось голосование, и по его итогам будет принято решение о включении домов в программу реновации. Количество желающих проголосовать на некоторое время обрушило сайт правительства Москвы активных гражданин. В окончательный список сноса войдут только дома, в которых не менее двух третий квартир проголосуют за программу. Те, кто не проголосовал, приравняют к поддержавшим закон. В воскресенье 20 тысяч человек вышли на проспект Сахарова. Они протестовали против принятия закона о реновации. Законопроект, несенный в Госдуму в начале марта 2017 года, критикуют за то, что он не соответствует соответствующему законодательству и Конституции России, и не защищает права жителей домов, которые будут снесены. Помимо панельных хрущевок, в списке на снос оказались кирпичные сталинки и даже дома, построенные до революции в России. При этом в программу не включены ветхие общежития. Потому что я против вот этой кровавой реновации. Наш хороший дом вошел в список, а общежитие рядом, где люди 10 лет борются, чтобы их расселили, не вошел. Это очень печально. Я первый раз в жизни. Я давно живу, я даже ни на одной демонстрации не была с детства. Вот первый раз вышла в такой народ и чувствую, что я правильно сделала. Организаторы попросили участников воздержаться от политической символики и лозунгов. Они также решили не давать слово политикам. Тем не менее, одна из организаторов митинга Юлия Галямина предложила микрофон Алексею Навальному. Но политик не успел дойти до сцены. Его вместе с женой и сыном полицейские окружили и вывели с мероприятия. По данным ОВД-Инфо, на митинге задержали всего одного человека. Его увели в автозак без объяснения причин. В России находится 9 747 621 иностранец. Это цифра МВД по состоянию на 1 января этого года. В статистику включены и лица без гражданства. Из этих иностранцев гражданство в прошлом году получили 265 тысяч человек. Разница почти в 40 раз. Объясняется не только тем, что большинство приезжает на заработки, но и сложной процедурой получения гражданства. А то, как живется людям без паспорта и сколько лет надо потратить, чтобы стать гражданином России, в сюжете моей коллеги Екатерины Пономаревой. Я сейчас никто, наверное, бомж. Ну, считаю себя россиянином, потому что я здесь родился и как бы гражданином считаю себя Российской Федерацией. Доказать, что он имеет право на российский паспорт, Александр Сараев пытается 13-й год. В 2004-м он вернулся в Россию из Ташкента. После распада Союза вынужден оформить узбекский паспорт. Был уверен, что с российским проблем не будет, ведь он здесь родился. В Узбекистан и Свердловске, сейчас в Екатеринбург, в 70-е годы вместе с семьей перевели его отца, офицера милиции. Скорее всего, по этой программе, которой люди должны переселиться, их должны обеспечить жилплощадью, им должны дать материальную компенсацию. А это все бюджетные деньги, и таких, как я, очень много. Год за годом Александру отказывают. То, объясняя это тем, что он сам отрекся от гражданства, взяв в руки узбекский паспорт. То, тем, что Россия и РСФСР ничего общего не имеют. В этих хождениях за справками и по судам у него закончился и узбекский паспорт. Так что работает и живет он нелегально. Вы себя считаете гражданином России? Да. Почему? Потому что я родилась здесь. Всю жизнь прожила здесь. У меня родители уже 20 лет живут здесь. Татьяна Кудряхцева, 18. Из документов у нее тоже только свидетельство о рождении. Ее мать русская, с русским паспортом. А вот отец, когда союз распался, жил в Казахстане. И паспорт у него казахский. Когда Таня родилась, ее толком не оформили. Денег на смену документов у семьи не было. Так и жили. Пока в 16 Таня не забеременела. Скажите, вы боитесь, что у вас могут ребенка забрать? Конечно, боюсь. Это все, что у меня есть. А кто его может? Органы опеки могут забрать? Да. Они уже как-то говорили об этом вам? Что они говорили? Предупреждают, что если не будет документов, то они заберут на меня ребенка. Таня просила у чиновников помощи в оформлении бумаг на себя и на сына. У отца Ильи российский паспорт есть. Но сначала его просят пройти тест ДНК, чтобы доказать, что российское гражданство он оформляет действительно на своего сына. Есть полиция и бывшая милиция. Бывшая милиция – это ФМС. Потому что они не проходили никаких экзаменов, никаких повышений квалификаций, никому их не сдавали. И продолжают такие стереотипы запускать в общество. Это только они знают, что такое гражданство. Только они знают, как оно приобретается. А мы не умеем читать этих законов. Людмила Лукашева помогает людям такие решения чиновников оспаривать в судах. Но судьи редко признают ошибки государственной системы. Дело Александра Сараева она ведет все 13 лет. В очередной попытке доказать системе, что он российский гражданин, Людмила запросила архивные документы в областном МВД, чтобы суд видел, что в получении паспорта они отказывают сыну офицера советской милиции, который был командирован в Узбекистан. Но пока на ее письмо ответ не приходил. Екатерина Пономарева для настоящего времени. Верит шифровальщик, поразивший в пятницу компьютеры в 150 странах мира, возобновил атаку. В понедельник под удар попали компьютеры в Индонезии, Южной Корее и Франции. А в пятницу вирус, известный как WannaCry, поразил в том числе и Россию, выведя из строя серверы некоторых силовых ведомств и телефонных операторов. Эксперты по информационной безопасности предупреждают, новая кибератака может оказаться еще масштабнее. Подробнее о компьютерной эпидемии Екатерина Бучнева. В онкологическом центре Джакарты все операции и приемы сегодня отменены. Компьютерную систему больницы поразил вирус-шифровальщик WannaCry. Такая же ситуация в десятках медицинских учреждений Индонезии. Мы не можем подсоединиться к интернету. Мы ненадолго оказались отключены от него. А потом не смогли открыть базу данных с историями болезней. По такой же схеме вирус WannaCry атаковал компьютеры по всему миру в пятницу. Отключение от сети, перезагрузка, после которой появляется сообщение. Все ваши файлы зашифрованы. Для их выкупа вымогатели требуют перевезти им 300 долларов в биткоинах. За выходные им удалось собрать с жертв более 40 тысяч долларов. Однако, учитывая масштабы атаки, это совсем немного. Вирус поразил более 200 тысяч компьютеров в разных странах. Мы были обеспокоены атаками на сектор здравоохранения во многих странах, так как он особенно уязвим. В их базах данных чувствительная личная информация. Число пострадавших растет. Боюсь, что когда в понедельник люди вернутся на работу и включат компьютеры, вирус продолжит распространяться. Продолжение компьютерной эпидемии началось с Азии. О случаях заражения уже сообщили в Южной Корее. Там под удар попали компьютеры кинотеатров и развлекательных центров. Мы зафиксировали по стране 9 случаев поражения компьютеров вирусом. Для того, чтобы предотвратить его дальнейшее распространение, приняты мощные защитные меры. Хакеры воспользовались уязвимостями операционных систем Windows. Президент компании Microsoft обвинил в этом американские спецслужбы. По мнению Брэда Смита, ЦРУ и ЭНБ собирали информацию об уязвимостях систем, а злоумышленники украли у них эти данные, что и помогло им создать настолько мощный вирус. Впрочем, остановить его оказалось довольно просто. Внутри вредоносной программы был механизм прекращения атаки. Вирус состоит из двух частей. Первый – это так называемый червяк, который эксплуатирует уязвимости и загружает как раз шифровальщик. А второй уже шифровальщик, он шифрует все и вся. Вот, собственно, в этом вирусе, который распространяет шифровальщик, в нем находился определенный запрос к доменному имени. И если этот запрос выполнялся, то вирус, собственно, сам шифровальщик не скачивал и не запускал процесс шифрования. Вот, как только этот домен нашли, его зарегистрировали, он стал отвечать, то те вирусы, которые смогли до него достучаться, они, собственно, заражать перестали. Microsoft выпустил патч обновления, исправляющие уязвимость еще до атаки. Но масштаб поражения вирусом вонокрай показал, что установили его далеко не все. Так в России необновленными оказались системы Сбербанка, РЖД и даже МВД. По мнению экспертов, для этого есть две причины. Во-первых, это, естественно, вопрос денег, потому что для того, чтобы обновлять лицензии на актуальные операционные системы, возможно, не выделяются бюджеты. А второй момент, это, конечно, отношение к обновлениям, по каким причинам их не ставили и почему. Это отдельный вопрос. Создатели вируса вообще даже не ожидали, что такое количество безалаберных организаций, которые не обновляли свои операционные системы и оказались в подверженном атаке, что их будет так много. По оценкам британских спецслужб, вирус-шифровальщик по-прежнему представляет угрозу для около миллиона компьютеров по всему миру. А единственная возможность защититься – следовать инструкциям разработчиков и вовремя устанавливать обновления. Екатерина Бучнева. Настоящее время. Поселение свободных людей вместо вымершей деревни. В Псковской области почти на границе с Белоруссией глуши лесов и озер вырос нетипичный населенный пункт. Там не смотрят телевизор, не читают газеты, не ждут помощи с большой земли. Переселенцы добровольно покинули мегаполисы, чтобы жить по своим правилам. Каким? Узнавал Юрий Баранюк. Псковская область. 500 километров до Петербурга, 600 до Москвы. Здесь людей можно встретить почти только в придорожных деревнях. Чтобы заработать на жизнь, они торгуют остатками прошлогодней картошки и свежей рыбой. Аляши вот пять штук, 5 800. Ну, 6 килограммов почти. Ну, почти. Ну, вот за 500. В деревне Асына рады любой возможности пообщаться. Люди из больших городов почти перестали проезжать здесь транзитом после введения санкций. Одна из главных тем для разговора на обочине – необычные новоселы. В стороне от асфальта погрунтовки, там, где до войны была деревня Ковалевка, сегодня выросло поселение. По-моему, я так считаю, что они сектанты. Они и песни поют о Боге, о земле. Как-то я их не могу понять. Они же, видите, как они расстроили хаты. У кустах хату-то поставивши. Я не знаю, я их не могу понять никак. Кроме того, что дома не строят у асфальта, так, по слухам, еще не пьют и не курят. Поселение, оно называется «чистое небо», действительно, с первого взгляда отличается от придорожной российской деревни. Нет заборов, все жители в основном младше 40 лет, и в каждом дворе теплица. Основная идея поселения – максимум продуктов для своей семьи выращивать на своем же участке, делится Александр. Он здесь, можно сказать, новый человек, только год, как переехал на Псковщину из Петербурга. Качество жизни здесь в другом. Качество жизни, что ты живешь, границы раздвигаются очень. То есть, действительно, вот это слово «мравейник», оно каждый раз приходит, когда отсюда приезжаешь в Питер. Во всем поселении нет ни одного телевизора. Спутниковые тарелки на домах смотрят практически в землю. Они здесь не чтобы смотреть государственные российские каналы, а чтобы усиливать мобильный интернет. Почти все переселенцы, бросив большие города, продолжают работать в больших компаниях. Я вот работаю, да, я выхожу не наперекур, а я выхожу поколоть дрова. Мне не надо тратить время, чтобы приехать на работу. Я утром встал, я вот в 9 часов, у меня начинается день, без 5-9 я могу тут еще или бегом заниматься, или на турнике висеть, или колоть дрова. А ровно в 9 я уже начал работать. Вот это здорово. Программист Владимир Фронзе в чистом небе уже 5 лет. Делится, что в будущем хотел бы вообще оставить работу за компьютером. На своих 4 гектарах он выращивает саженцы. Одна половина ростков, чтобы окружить поселение дубовыми и кедровыми рощами, а другая половина на продажу. В идеале я хотел бы, конечно, выращивать деревья в больших количествах и менять экосистему вокруг. Чтобы иметь возможность этим заниматься постоянно, нужно логически, чтобы это было как бы тоже источником прибыли. Единомышленников у Владимира сотни волонтеров. Они приезжают каждый год и два десятка семей поселян. Все в прошлом жители больших городов. Они приехали в бывшую Ковалевку. По примеру, экс-предпринимателя Алексея. Он поселился на Псковщине 10 лет назад. Когда попал в Афганистан, там, наверное, очень такие события интересные случились. Когда я стал понимать, что война какая-то тупая, глупость. Два университета дали определенный запас знаний. Потом, когда начал понимать, как система нас опускает очень серьезно, что мы просто рабы фишки в этой системе, я сделал выбор, чтобы оставить все резко, сжечь мосты и сюда приехать. С тех пор в поселении родились больше 30 младенцев. Многие в домашних условиях, прямо в деревне. За помощью врачей новые местные жители не обращаются. Говорят, не было причин. Подтверждения этой информации мы не нашли. Но, к счастью, не обнаружили и свежих могил на местном кладбище. Юрий Баранюк, Александр Глебов и Фархот Садыков. Настоящее время. Псковская область. За два дня до открытия Каннского фестиваля люди съезжаются на Лазурный берег Франции. В том числе папарацци, которые стараются занять лучшие места с самым выгодным ракурсом. Откуда они будут фотографировать звезд. Ведущая церемония открытия актрисы Моника Белуччи. Откроют фестиваль «Призраки Исмаэля» Арно Деплешена, Скмарион Котьяр и Шарлотты Генсбург. Кинопоказы на набережной Краузет будут длиться до 28 мая. В эти дни Каны стали магнитом. В том числе и для посетителей из Китая. Некоторые из которых работают в кинокомпаниях, которые специально отправили своих сотрудников на кинофестиваль. Как они говорят, изучают процесс создания фильмов и учиться у французов. Для меня все, что происходит тут, своего рода открытие. Потому что я здесь впервые. И я здесь, чтобы учиться на примере французских фильмов. Смотреть что-то новое, необычное. Понять, в чем китайский кинематограф впереди, а в чем отстает. На этом у нас все. Смотрите «Настоящее время» в социальных сетях и в эфире своих национальных телеканалов. А также в прямом эфире телеканала «Настоящее время» YouTube. Я Шахида Якуб. До завтра. До завтра.